Наше служение продолжается. Здесь сообщение пришло. Спасибо проповеднику-американцу за проповедь на русском языке от братьев, сочувствующих. Слава Богу, братья и сестры, мы на небе избежим еще одной проблемы. Вы почувствовали, что второй язык, да? На каком языке мы будем говорить на небе? Те, кто с Украины считают, у них есть своя идея. Братья и сестры, наверное, это не так важно на ком. Я недавно узнал о том, что в Америке, в Конституции, не прописано, что английский язык является официальным языком Соединенных Штатов Америки. Для меня это была новость. То есть в Америке нет официального языка, просто все говорят на английском. Кстати, эта идея была взята из Римской империи. В Римской империи не было официального языка, просто все на греческом говорили. Братья и сестры, я не знаю, какой будет официальный язык на небе. Мы просто как-то будем общаться, будем общаться. Давайте мы сейчас вместе споем на русском языке, на русском, да? Песню о небе. После этого у нас гости тут еще есть. Так же, как и мы, это молодежь из города Беллингхем, они споют песню. Покажите мне любовь без Иисуса. Затем участие нашей молодежи. Спасибо.